Приветствую вас, мне бы хотелось немножечко поправить своего коллегу, надеюсь, он на меня за это не обидится, и сказать, что между осознанием и сознанием, сознаванием и тратницком, осознавать, суть вносить корректировки в свое поведение, т.е. я осознаю, что я делаю что-то, и я корректирую свое поведение. А осознавать, это значит просто вести отсчет о том, что я делаю, не внося при этом корректировки. Поэтому, ваша основная проблема, Никита, в том, что вы не осознаете, т.е. не даете отсчет о том, что происходит с вами. Вас захлестывают эмоции, вам захлестывают подрядности, у вас гипермотивация к тому, чтобы вот ситуации, в том числе, ситуации общения, ситуации какого-то взаимодействия между людьми, прошли именно так, как вам нужно. И понятно, что в условиях гипермотивации у вас не получается поступать так, как нужно. Соответственно, гипермотивацию нужно снижать, мотивация излишняя, так же, как и мотивация недостаточно мешает, необходимо, чтобы мотивация именно стимулировала, но не подавляла. А значит, нужно разгружать значение того, чего вы для себя хотите именно в кондексе этих самых ситуаций. Самый яркий пример, если вы общаетесь с девушкой и у вас давно не было в сексуальных отношениях, то вы только общаетесь с девушкой для того, чтобы с ней перестрасти, чтобы реализовать свое сексуальное желание. И чем сексуальное желание выше, чем больше вы не можете реализовать свое намерение, тем труднее вам общаться с девушками, потому что вам быстрее хочется перейти к делу, а нужно общаться с ней, и в итоге ничего не получается. Соответственно, происходят чрезмерные отношения того, что вы хотите, и из-за этого вы не можете устраивать нормальных отношений. Соответственно, отношения нужно снижать, напряжение снять, мотивация немного разграничить, и вам будет даже гораздо легче налаживать одно общение, если вы будете чувствовать себя человеком свободным, человеком, не контролирующим себя. Это все-таки совершенно разные вещи. Далее, книги. Видите ли, в книге действительно написаны полезной информацией. Это так. Но проблема заключается в том, что, во-первых, для того, чтобы применять, значит, ну, применять вот эту информацию, которая у вас есть в книге, необходимы два условия. Первое условие – это принятие вам информации, которую вы получаете, то есть, условно говоря, в соответствии с той информацией, которую вы получаете, вашим представлением о мире. На примере я попробую это показать. Пример – это пазл. И представьте себе, что связующие ниточки между пазлами, кусочками пазла – это, скажем, шарики или уголки. И если вы увидите пазл с такой же связующей ниточкой, то есть уголок, вы легко этот пазл присоедините к тому, что у вас уже есть. Он органично вольется в то, что у вас уже есть. А представьте себе, что вы увидели кусочек пазла, но другой связующий ниточкой, не подходящий к вам. И вроде бы самоотношение кусочка… И правильно. Самоотношение кусочка верное. Но использовать вы не можете, потому что органично вплести этот кусочек в картину своего мира у вас не получается. Чтобы этот кусочек стал частью вашей позиции, ну не чтобы вы поменяли весь свой пазл, а это невозможно. Именно поэтому часто не происходит усвоение какого-либо материала. Потому что материал поступает, человек его понимает, вроде бы понимает, но не органично… Но не впитывает его органично в себя. Потому что этот материал выходит для нас только картин мира, той информации, которой человек владеет. И либо нужно переструктурировать всю информацию, либо по-другому воспринимать информацию, ту, которую вы получаете, на том языке, в том формате, в котором у вас есть видение своего мира. И этим на самом деле определяется ваша проблема. Вы не усваиваете информацию. Вы ее получаете, вы ее анализируете, вы ее видите, вы ее осознаете, но не усваиваете. В этом случае рекомендуется сначала проанализировать книгу и ее целевую аудиторию. Проанализировать вас и подумать, подходите ли вы под эту целевую аудиторию. Посмотреть термины, которые используются в книге. Проанализировать способ подачи информации в книге и так далее. Чтобы понять, можете ли вы ее осознать или нет. И возможно таким образом отыскать некие связующие звенья между вашими взглядами, вашей картиной мира и тем, что написано в этой книге. Это первое. Второе. Второй момент заключается в том, что вы не имеете навыка по использованию информации, которая у вас есть. То есть вы говорите, когда наступает более подходящий момент, информация забывается. Правильно. Забывается. Дело в том, что так происходит обучение. Первая теория, потом практика. И практика, это по сути дела двигательная теория. Это не боевые условия. Это именно экспериментальные условия. То есть вы прочитали книгу, вы имеете в голове информацию, вам нужно приобретать навык. Навык приобретается в специальных социальных экспериментальных условиях. Для этого вам необходимо искусственно создавать ситуации сразу после прочтения книги, чтобы вы могли использовать свои навыки. Потому что когда происходят действительные реальные события, в которых вам надо бы применить навык, который вы используете. Которые вы используете, навык применить, значит, вы его забываете. И связано это естественно с тем, что у вас нет доступных средств для этого. У вас нету необходимых навыков, навыков выработанных, которые вы выработали для того, чтобы использовать их. Вперва нужно получить вот этот вот двигательный практический навык. И потом все у вас получится. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам понятен. Надеюсь, что вы правильно и верно меня поняли. Я хотел вам донести все довольно четко. Хотел вам все объяснить. Надеюсь, у меня это получилось. Соответственно, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!